Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я хотела бы с вами поделиться, как я ухаживаю за своими кистями, как я их мою, сушу и все, что касается ухода за кистями и спонжиками. Кому интересно, продолжайте смотреть. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, ставьте пальчики вверх, оставляйте внизу комментарии. Все свои кисти я очищаю с помощью вот такой вот специальной резиновой штучки. Я ее заказала на Алиэкспресс, стоила она мне около доллара. Очень удобная и хорошая штучка, отлично очищает все мои кисти. Здесь находятся разные формы и величины, вот такие вот пупырышки. Это для самых мелких кистей, немножко побольше, совсем для больших и для плоских кистей. И начну я с больших кистей круглых. Все кисти я очищаю с помощью шампуня. Сейчас у меня это шампунь Пантин, я его покупала не специально для очищения кистей, я думаю, это очень дорого. Просто попробовала этот шампунь, он мне не очень понравился. Осталось, в принципе, совсем немного, но уже им пользоваться я не хочу. Поэтому решила его использовать для очищения кистей. Сначала я смачиваю кисти, потом наношу капельку шампуня. Круглые кисти нужно очищать круговыми движениями. Не очень надавливаю, постепенно шампунь весь спенивается. И оставляю их на минутку, чтобы шампунь хорошо впитался в орсинки. И займусь теперь тонкими кистями. У меня здесь две плоских кисти и две круглых, разных размеров. Тоже смачиваю их в воде. Я использую не холодную и не горячую воду, а тепленькую. И главное, чтобы вода не попадала на вот эту вот деревянную часть, которая соединяется с железкой. Потому что потом кисти прослужат не очень долго. Они здесь разъединятся, потому что они скреплены здесь клеем. И теперь капельку шампуня наношу на более мелкие пупырышки. Круглые кисти также само круговыми движениями очищаю и отставляю в сторонку. А плоские кисти я вожу вот так вот, чтобы ворс не деформировался и не торчал в разные стороны. И пока мои кисти отмокают, я вам покажу, как я очищаю свои спонжики. Все делается очень просто и с помощью всего лишь теплой воды и обычного мыла. Я смачиваю спонжик и наношу на спонжик мыла обильным слоем, чтобы он хорошо вычистился от жирных основ. Со всех сторон намыливаю и все смываю. Немножко его выжимаю и смотрю на воду. Если вода еще темного цвета, значит еще нужно намылить и опять смыть. Если вода прозрачная, значит спонжик вычистился. Теперь можно смыть весь этот шампунь с кистей с помощью теплой воды. Смываю аккуратно и тоже смотрю, чтобы вода уже была прозрачной. И выжимаю с них воду. Ну вот, мой спонжик и кисти очищены. Теперь я вам покажу, как я их буду сушить. Все кисти я сушу на полотенце. Положу обычное чистое полотенце. Сверху кладу еще одно полотенце. С него я сделала такой вот валик, так сказать, чтобы их сушить с наклоном. Теперь делаю форму кисти и ворсом кладу ее к низу. И так делаю со всеми кистями. И вот так их оставляю сохнуть. После того, как кисть высохла, я ее дезинфицирую с помощью спрея. Эту бутылочку я использую, потому что она мне удобна на спреи. А в серединке у меня находится антисептик хлоргексидин. Он стоит просто копейки. Бутылек 250 мл, если я не ошибаюсь, стоит около 10 максимум гривен. И хватает такого бутылька на очень долго. Так как у меня проблемная кожа, то я пользуюсь им очень часто. Специально им дезинфицирую все свои кисти. После того, как кисть высохла, я наношу на нее спрей. Даю ей немножко подсохнуть. И тогда можно использовать эту кисть. Она очищенная, она без бактерий. У кого проблемная кожа, это самое то. Вот такой вот у меня уход за кистями. Если вам понравилось такое видео, то ставьте пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok